здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодняшняя наша тема посвящена иммунитету как защитить себя от орвии от гриппа от простуды и мы сегодня в студию пригласили главного внештатного аллерголога иммунолога савину анастасию геннадьевну и мой первый вопрос будет таким скажешь пожалуйста вот иммунитет что это такое здравствуйте ну иммунитет представляет собой защиту организма и он защищает организм как от вирусных антигенов то есть от вирусной инфекции от от любой чужеродной инфекции все что попадает нам организм иммунной системе у нас как защитник организма который организм пытается защитить уберечь то есть вот если это просто сказать а сказать просто вот защитные силы организма иммунитет сам вот его от природы сколько есть его больше не будет или как-то все-таки можно восполнить или как тут восстановить ну конечно существует понятие когда врожденные ему ему на дефицитное состояние у детей и у взрослых вот но если касаемо то иммунитет он от рождения идет и если он изначально был крепкий собственно и произошел какой-то кризис в организме то вас восполнить его восстановить возможно даже в общем-то сейчас в наше время и врожденные иммунодефициты можно в общем-то коррегировать и компенсировать нехватку некоторых элементов ну то есть закладка вообще сама происходит от рождения поэтому наверное родителям надо об этом помнить да и будущем и настоящим конечно то есть все начинается внутриутробно а вот насколько иммунитет можно все-таки вот усилить как-то или укрепить есть такое понятие вот ослаблен иммунитет есть такое понятие знаешь получается что его можно как-то восстановить или как-то усилить наш иммунитет напрямую зависит от нашего режима вот как бы просто не звучало но хотелось бы напомнить всем что режим сна и отдых режим вот отдыха и бодрствования он должен быть то есть взрослый человек должен спать около восьми часов в сутки это обязательно для восстановления сил организма дети 8-10 часов соответственно за этот промежуток времени и у детей происходит восстановление всех обменных процессов то есть иммунная система в этот период восстанавливается и при нарушении режима сна и отдыха и бодрствования то есть происходит дисбаланс обменных процессов и это влечет за собой различные нарушения очень важная роль идет сбалансированным питание то есть питание должно быть полноценное и если говорить про зимний период то необходимо в зимний период обязательно при употреблять в пищу яблоки лимоны то есть цитрусовые это восполнение витамина c и железа то что нужно защитной функции обязательно принимать то есть должны быть полноценные овощные салаты в которых будет находиться растительное масло это витамин е который у нас защитную барьерную функцию слизистых выполняет необходимо не забывать также про напитки морсы из клюквы малины и смородины то есть это опять же то организм можно защитить и восполнить приемом простых продуктов фруктов овощей и мясных продуктов таких как телятина индейка в зимний период это конечно очень хорошо для детей так как в этом месте содержится селен который тоже влияет на иммунную систему как взрослого так и ребенка собственно а вот при йод тоже же до какой-то имеет значение конечно вот это необходимо обязательно принимать но вот как у нас эндокринологи рекомендуют в эндемичных районов профилактический прием там определенных препаратов в нашей области тоже считается что необходимо определенные промежутки времени принимать витамины ну там соседина вы сказали вот очень важную вещь это вот режим дня и отдыха дают это очень важно дает или дети у нас сейчас страдают из-за этого дальше питание да а вот стресс влияет как-то стрессы стрессы очень сильно влияет дело в том что в периоде закладки нервной иммунной системы очень связаны и при возникновении стресса в организме будь то психологический стресс или стресс как например ребенок ходит раздетой в футболке без шапки то есть это тоже стресс является только это физические факторы воздействуют под воздействием таких факторов конечно иммунная система дает сбой происходит нарушение в соотношении в барьерная функция слизистых нарушается это вот начинается прям вот с самого элементарного с слизистых оболочек носоглотки переохлаждение организма приводит к нарушению барьерной функции и вот пожалуйста можно простудиться то есть заразиться вирусной инфекцией в осенне-зимний период который сейчас как раз ну а кстати на скажешь просто вот у нас медицине сейчас очень большое значение уделяется профилактическому направлению и вот одним из таких одной из составляющих это профилактического направления является как раз физическая активность то есть мы об этом много говорим и как бы стараемся привлечь людей именно вот к активному какому-то образу жизни как считаете тоже физическая активность она очень важна для повышения иммунитета конечно она очень важно на тренирует и сердечно-сосудистую систему и укрепляет иммунную систему дело в том что ускорение происходит ведь обменных процессов в этот период но очень хотелось бы я уже много об этом говорю и на радио что нужно ко всему подходить очень тщательно и трепетно сначала необходимо пройти обследование сначала самое главное а потом подобрать вид спорта которому можно заниматься индивидуально чтобы не было потом таких очень нехороших случаев как инвалидизация то есть при занятии данным видом спорта которым нельзя было заниматься человеку вот и даже физическая культура у детей в школе тоже должна все таки я считаю подбираться дети проходят медицинский осмотр ежегодно и в общем-то врач определяет группу занятия физкультурой то есть это очень важно и очень нужно и даже самые скажем дети которые противопоказано занятия активными видов видами спорта существуют различные гимнастики то есть лечебная физкультура существует вот об этом хотелось бы сказать то есть ребенок он не должен находиться и взрослый также он не должен находиться в пассивном таком состоянии лежа на диване все время там сидя на стуле то есть вот таким образом он должен обязательно двигаться но практически в каждой программе в каждой своей программе я говорю о том что насколько в вредные привычки тоже влияют на многие заболевания на их возникновение я думаю что иммунитет вы согласились самое то же да на иммунитет тоже влияет именно вот какие-то вредные привычки что можно сказать вот об конечно вредные привычки это и активный пассив и пассивное курение это очень конечно сказывается на здоровье детей ввиду того что того что в дыме содержится там 3990 различных веществ зловредных которые отравляют организм а уж особенно детский организм который растет и развивается естественно получая такую дозу отравы либо вдыхая вдыхая как как доказано уже поступает больше таких активных вредных веществ так как пар теплый вдыхание теплым паром еще сильнее усиливает поступление вот этих зловредных веществ вот и это очень сильно влияет на иммунитет да не только на иммунитет дети плохо учиться начинают это и потери памяти они рассеянные неуклюжие становятся это проблемы с сердцем ну очень влечет много за собой плохих последствий даже взрослые те которые регулярно злоупотребляют и вообще курят естественно что иммунитет у них снижается и присоединяются хронические уже молчу про то что к 40 годам хроническая обструктивная болезнь развивается и организм вообще кислорода даже недополучает вот а это бесконечные орви и орз то есть человек начинает болеть без конца потому что нарушение барьерной функции слизистых это и слизистая желудка но происходит нарушение естественно гастрит вызывает курение ну об этом очень много говорить можно и вообще отдельно о вреде вреде этих зловредных привычек собственно поэтому но у нас был даже целый прям цикл таких программ и я думаю что телезрители получили максимум информации о том что насколько вот это все вредно и лучше конечно не браться ни за сигареты не за алкоголь и на самом деле жизнь одна и поэтому нужно действительно жить полноценной жизнью и наслаждаться радостями жизни как говорится на сайте на вот еще такой вопрос вот ну есть люди которые часто болеющие да то есть вот простудными заболеваниями то есть это своеобразная такая группа риска для для врачей и вообще когда и вот вот к этим у этих людей есть какое-то понятие может быть как проверить иммунограмму какая-то и какой-то дополнительное обследование что проверить может быть действительно проблемы какие-то в иммунитете да в иммунных силах организма конечно часто болеющие дети нуждаются в общем-то в консультации обязательно аллерголога-иммунолога это очень обязательно у нас есть целый ряд обследований которые выявляют на каком уровне произошел сбой то есть либо это на гуморальном уровне это иммуноглобулины а им джину с конечно сложными терминами я говорю но хотелось бы сказать проще гуморальный иммунитет это вот в основном местный иммунитет это слизистые оболочки это входные ворота как раз для инфекции часто у часто болеющих детей как правило дефицит есть в соотношении этих иммуноглобулинов у них барьерной защитной функции на слизистой нет и поэтому они очень часто болеют вирусными инфекциями так как вирус легко внедряется в организм беспрепятственно проходят все барьеры и вот они частые заболевания есть глубже конечно проблемы на уровне клеток т и б линфоцитов вот но то есть существует определенное обследование и я считаю что ребенок за год который у каждого доктора есть на участке ну или даже если маме сказать если ребенок за год очень часто длительно болеет и болеет очень часто меня спрашивают а что вы понимаете под понятием часто болеющий ребенок почему вот один вот часто болеющий входит в группу риска вот что у него сниженный иммунитет а другой нет все очень просто дело в том что есть дети которые болеют ну можно так сказать ежемесячно или раз два месяца но они в легкой форме переносит им достаточно обильное питье постельный режим несколько дней до полноценное питание там витаминки и у них восстанавливается иммунитет так у них тренируется иммунная система собственно так и должна тренироваться иммунную систему детей которые особенно посещают дошкольную школьные учреждения а вот есть дети которые болеют один или даже один раз в три месяца но болеют длительно с применением очень сложных антибиотиков которые не могут выйти организм не может справиться с этой инфекцией и эти дети и стационар попадают и потом после стационара еще целый месяц они могут вылезти из этого состояния вот этих детей нужно обязательно консультировать у аллерголога-иммунолога и коррегировать его состояние лечения обязательно говорить естественно режиме питания и дальше уже о восстановлении функции иммунной системы потому что если вот тем детям которые каждый месяц легко болеет им достаточно поливитамины или витамины то есть легкие скажем такие назначения сделать восполнить дефицит некоторых микроэлементов то таким а вот другим детям которые болеют с осложнениями им требуется иммунологическое лечение и наблюдение иммунолога и как правило в течение года асосина скажи пожалуйста вот есть все таки вот какие-то продукты или какие-то препараты которые вот обладают каким таким иммуносупрессорным таким воздействием да то есть подавляющим иммунитет есть все-таки такие хоть перечень или можно как бы спокойно относиться вообще таким вещам но в наше время ни для кого не секрет что некоторые продукты содержат антибиотики вот и если взрослый человек еще скажем этот продукт нормально перенесет то вот у детей после употребления в пищу например ну ни для кого не секрет про вот куриное мясо да очень часто бывает вот это конечно приводит и генетически модифицированные продукты они к иммуносупрессии приводят и к различным вообще и не только иммунологическим но и аллергическим заболеваниям с трансформацией иммунной системы то есть необходимо читать состав продукта сколько он тебя будет обращать вот обращать самое главное внимание на сроки годности то есть получается чем больше срок годности соответственно там больше консервантов возможно добавление антибиотиков которые могут быть не указаны то есть продукт даже вот кисломолочный продукт выбирая в магазине нужно смотреть сроки чем меньше сроки тем меньше там находится добавок естественно то есть продукты по возможности должны быть натуральными по возможности конечно то есть я тоже говорю всегда что надо смотреть не только лицевую сторону до продукта обязательно переворачивать и смотреть состав обязательно там производитель он обязан все что входит в состав продукт он обязан на оборотной продукты обязательно писать да конечно отражать поэтому необходимо все читать и смотреть и выбираю даже сладости детям продукты очень часто там генетически модифицированных элементов есть в этих продуктов которые вот влияет на внимательно смотреть внимательно смотреть вот и еще хотелось очень важный момент сказать о котором мы не сказали водный режим очень важен не только для детей питьевой до часто задают вопросы сколько нужно воды в сутки принимать в общем для иммунной системы желательно утро начинать с теплого стакана воды вот так как вода она запускает все обменные процессы выводит все токсины продукты метаболизм очищают и рекомендовано каждые 2-3 часа по стакану воды выпивать но есть здесь большое но по поводу веса на один килограмм должно приходиться 30 миллилитров жидкости то есть расчет должен быть потому что нет такой мерки что всем нужно выпивать сутки 2 литра но если человек маленького роста там ну 150 сантиметров и ему 2 литра выпивать жидкости или наоборот человек который с ростом 2 метра и весом естественно там 80 70 килограмм ему 2 литра возможно это будет даже мало вот поэтому необходимо про этот момент тоже не забывать что жидкость то есть у нас получается такие три кита что ли получается это первое естественно сон и бодрствование все это должно быть по режиму по биоритмам человек должен жить питание сбалансированное и водный режим должен быть тоже сбалансирован жидкость необходимо и считать нужно не только в стаканах а естественно суп тоже считается если вы знаете что вы каждый день в обед обязательно там тарелка супа это тоже входит уже в миллилитры жидкости не думать что некоторые еще как думает вот ставит бутылку 2 литра с водой ага доктор сказал два литра мне выпить надо а он не считает что он там на стакан киселя выпил да там йогурт жидкий суп вы сказали да то есть обязательно все должно считаться и тогда собственно не будет не переизбытка жидкости потому что это тоже вредно переизбыток жидкости это приводит к отекам к задержке жидкости к лишней нагрузке почек поэтому к этому вопросу нужно тоже подходить очень серьезно но и физическая активность должна быть соответственно здоровье человека будь то ребенок будь то взрослый будь то инвалид у них тоже свои есть схемы разработанные физической активности что они должны делать ведь правильно так конечно скажем просто вот ваше отношение очень часто задают этот вопрос особенно родители у кого есть дети там вот и задать такой вопрос ваше отношение к иммунокорректором к иммуномодулятором вот к этим препаратам если в них толк какой-то или действительно это просто какая-то профанация вот на самом деле ваше ли личное отношение есть в общем-то препараты которые укрепляют иммунитет ну их называют пишут в литературе иммуномодуляторы да и то есть что-то такое около модулирующие вот но это не что иначе как вот укрепление иммунной системы теми же вот туда и кино c да допустим то есть растительного происхождения препарат содержащие витамины для иммунной системы вот то есть по сути они являются безвредными легкие которые вот растительные которые содержат вот витамины я про эти говорю препараты и естественно которые иммунокорректоры серьезные но это по назначению доктора и естественно где нужно их назначать их нужно назначать но направо налево их назначать нельзя вмешиваться в иммунную систему особенно ребенка и особенно до пяти лет это очень серьезный момент и а у взрослых тоже есть один очень серьезный момент имея аутоиммунные заболевания то есть нельзя без назначения врача применять серьезные препараты которые влияют на вилочковую железу для улучшения иммунитета ведь многие сейчас смотрят интернет читают читают что для повышения иммунитета вот хорошо нам вот например вот этот вот препарат и там все красиво написано да они думают вот я сейчас вот проколю себе этот препарат или выпив таблетках и у меня все будет хорошо некоторые препараты способны вызывать аутоиммунные то есть прогрессию давать и вызывать аутоиммунные заболевания то есть хотелось бы сказать что ему на модуляторы легкие их могут выпить сезон применять в общем-то все которые легкие же точно весна да да конечно для укрепления иммунной системы вот а насчет иммунокорректоров это только по назначению то есть пройдя сначала обследование иммунограмму по результатам анализов просто так нельзя то есть вот с этой позиции я положительно отношусь только в том случае если у ребенка есть или у взрослого иммунодефицит да вот поэтому вот таким вы сказали что есть момент когда действительно необходима уже консультация аллерголога-иммунолога на самом деле и вот скажите а кто может дать направление именно к аллергологу-иммунологу если тут ребенок да или взрослый вот как не сложение ну естественно ребенку направление дает педиатр который в направлении обязательно отражает она диагноз да и она динамику что вот за этот год ребенок переболел там столько-то раз с такими-то осложнениями обязательно выписывает клинические анализы которые можно в условиях поликлиники сделать вот и дает направление к аллергологу иммунологу то есть через педиатр также у взрослых через терапевта терапевт дает направление описывая с чем он направляет пациента его жалобы и динамику как он может что 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 было как это как это было после чего он начал часто болеть или же там другие беспокойства есть такие как например рецидивирующий фурункулез это тоже является ведь следствием снижения иммунитета вот и к сожалению у нас многие не знают куда с этим идти они приходят к дерматологу ну в общем они вот ходят между врачей получает симптоматическое лечение на улучшение наступает но она же временно вот поэтому они должны прийти к терапевту терапевт дает направление к аллергологу ему ногу спокойно можно попасть на консультацию они же без всяких проблем скажи просто вот какой-то диагностический минимум все-таки при направлении но это я прям что знает и терапевт знает какой минимум да и педиатр то есть согласно стандартам до какой-то объем исследований все-таки должен быть при направлении до к вам вы очень сейчас очень важную тему затронули очень болезненно для меня к сожалению в последние уже наверное год а может даже 2 приезжают дети к сожалению без обследования и мне очень жаль и тех взрослых которые приезжают из отдаленных районов и тащить детей с собой на консультацию к аллергологу иммунологу а или аллерголог иммунолог сказать с чистого листа конечно очень сложно да конечно осмотр проводится но не имея даже клинического анализа крови это элементарные вещи которые они обязаны сделать и для аллерголога иммунолога очень важная вся лейкоформула то есть общий анализ крови должен быть развернутый только по полочкам разложив клетки доктор может подумать все-таки в каком направлении действовать что назначать ребенку для обследования дальнейшего то есть все-таки базовая обязательно развернутый общий анализ крови он должен быть обязательно вот ну а дальше по усмотрению в общем-то анализы остальные то есть если у них есть биохимические анализы но для аллерголога иммунолога общий анализ крови развернутый то будет вообще вполне достаточно это будет вообще отлично что можно было посмотреть в каком составе клетки в данном в данный момент у данного ребенка или взрослого потому что сложно говорить когда нет никаких данных какой уровень лейкоцитов лимфоцитов в какую сторону же идти с этим пациентом и они потом понимают что мы еще раз нужно с результатами приехать очень тяжело историю заболевания тоже очень важно понять что будет опрос и все но все-таки истории заболевания конечно который проведет педиатр и который наблюдал этого ребенка да конечно наблюдает и терапевт также который взрослого наблюдает ну и желательно конечно но лично я всех прошу привозить с собой свою карту из поликлиники это очень важно потому что особенно когда смотришь детей очень важен момент знаете с выписки из роддома это самый ключевой момент это первое то что я открываю обычно смотрю и для меня становится в некоторых даже в большинстве случаев понятно дальше динамика потому что бывают случаи когда мама в период беременности перенесла определенную инфекцию да это уже для меня звоночком служит при осмотре ребенка на что сделать акцент в какую сторону мне нужно идти чтобы даже в короткие сроки поставить диагноз и назначить лечение потому что промедление конечно тоже не очень хорошо то есть это то с чего мы начали программу сказали что важно очень с рождения да потому что иммунная система закладывается именно с рождения с первых минут ребенка вот да конечно и все данные как раз получается о беременности мамы уже можно в общем то предположить какой иммунитет у ребенка как часто она болела какие инфекции она перенесла и что мне ожидать от ребенка и как мне скорректировать так что пока иммунная система к пяти годам формируется чтобы все-таки помочь ребенку созреть дозреть и сформировать хорошую иммунную систему ну и что вы еще могли так вот в заключении программы пожелать нашим телезрителям как вот главный специалист аллерголог иммунолог министереза ульянской области какие советы может быть заключение программы хотелось бы сказать главный первый совет не переусердствовать со всеми иммуномодуляторами и вообще с фруктами особенно это касаемо цитрусовых очень знаю часто когда родителям говоришь и взрослым знаете сейчас и пить сезон нужно цитрусовые обязательно яблоки и люди начинают много употреблять цитрусовых в итоге они приходят на прием с аллергическим дерматитом то есть все должно быть дозировано все должно быть обдумано это реально индивидуально касаемо этой касаемо спорта водного баланса питания режим сна тоже это вот все должно быть не переусердствовать вот с этим очень хотелось бы обратиться ко всем это и взрослые дети чтобы они вот все в меру все дозировано и в данный период хотелось бы конечно попросить ограничить посещение крупных социальных таких мест или если вы выходите обязательно одевайте маску промывайте нос да вот самый главный момент не сказала ведь про личную гигиену это то что помогает нам при профилактике заболеваний приходя с работы со школы с детского сада мы моем руки перед едой мы моем руки как известно сейчас у нас в городе и подъем острые вирусные инфекции а как известно у нас вирусы в слизистой внедряются через слизистую носоглотки поэтому необходимо приходить умываться мыть руки промывать нос по возможности и тем самым а вы себя обезопасите от заболеваний спасибо большое ну что ж вот такой интересный разговор у нас сегодня получился желаю всем здоровья до новых встреч ваш доктор смирнов